и снова всем привет и мы продолжаем бритвич перед тем как пойти на на вот сюда я хочу все-таки сходить и с помощью дешифратора узнать что там мы такое нашли в гробиках вас понять как это сделать хотя возможно они имею в руках и не нужны были нет серьезно что ли вообще бессмысленная штука что ляда хера я их туда таскал ёб твоих где последняя была загрузка вот так тогда ну ладно очень жаль так единственная течь я на топливо возьму будем там летать там точно может понадобиться так и вон там еще что-то смотрите есть надо найти здесь сразу какие-нибудь штуки по инженерных челноков топ можно было еще дышать а тут какой-то инженерный этот челнок по моему но он сломан сейчас такие уже не производят контейнер для транспортировки говядины а внешняя обшивка вздута что говорит о вероятном повреждении содержимого из-за нарушения условий транспортировки не рекомендую приближаться каким контейнером по причине возможного взрыва так гранулы это хорошо но их тут нету вижу проволоку возможно здесь это валяться будет от этого пуска нельзя до цепить жаль жаль а вот что то есть о синтезировать самостоятельно без живой синтетической коровы будьте аккуратны с искусственной говядиной данный продукт взрывается чаще чем его употребляют пищу нормальные люди так отлично это нам нужно там и бомбы сможем делать так где еще что есть вот еще еще а может быть отсеки что-то еще будет надеюсь тут я не хочу как-нибудь спаунятся так эта штука просто закрыта пока хватит так и наш транспортник где-то вот у такой штуки я помню был как раз таки один из челноков тут какая-то розовая краска он по-моему карасы есть рота интересное бомбанула в нем или он не она нет вон по моему она как раз сразу и подышим впереди инженерный челнок да я этому безмерно счастлив будет экономия не рабочий так и да вода тут мужик мужика соком бьет такой самодельностью можно придать невероятный объем своим волос посмертно еще это было похоже на какой-нибудь этот обогреватель не обогреватель как это правильно кипятильник о кстати давайте посмотрим чё на бомбы нужно они нам понадобятся говяжья граната вот это кстати может пригодиться говяжьи гранулы два синтетических навоза и взрывчатка батарейка проволока две банки говядины батарейка ги говядина ттт два навоза говорите там насколько нам это нужно так электроника электроника батарейка и проволока я тут что-то сломал помнится проволокам пластик металл пока брать не будем пусть лежит чё это у нас питательная жижа так ладно сейчас будем вспоминать где тут чем я вообще не помню начали надо полетать по таким местам найти что-нибудь вкусное и поискать следы этого азаза чё у нас тут кто-то провел титаническую работу по сравнению двух одинаковых предметов неужели полет на самом большом в мире лайнере оказался настолько скучным торшер конус и торшер цилиндр женственный если заклеить вверх абажура и перевернуть получится миска простая форма удобно и удобно перевозить слишком тонкая ножка неприятный желтый свет круглая что понятно что меньше букв стоит везде можно стоять жужжит но мягко пахнет паленой проводкой больше букв работает на честном слове стоит только на полу но намертво светит ярко мужественный если наклеить вверх абажура и перевернуть получится кастрюля простая форма удобно перевозить слишком прозрачный абажур неустойчиво круглая магнитная подставка приятный желтоватый цвет изящно тонкая ножка тут очень приятный желтоватый цвет а там неприятный желтый цвет чё за сексизм в данном случае странный такой так ты чё больше ничего нету полезного не знаю зачем они мне надо я только по расходовать сканер но да ладно так тут чё у нас жижи опять таки сейчас здесь еще краем глаза зацепим космос без страха как перестать бояться смерти в космосе геннадий трусов можно ли жить полноценной жизнью испытывая ужас перед невероятностью умереть в космосе известный психолог экстремал геннадий трусов дал на это многие другие вопросы вполне вполне однозначный ответ какой узнаете на страницах этого безусловного бестселлера прочтите весь цикл геннадий трусова без страха как выходить на улицу не опасаясь падения рояля на голову как самостоятельно прихлопнуть паука тапком как спросить дорогу незнакомых людей на улице как перестать бояться смерти в космосе как успокоиться в темном загнутом пространстве ничего не скажет а пластик возьмем чуть воды мало ли что и опять-таки это только жижа в основном да тут кстати ткань уже можно засыпать так давай вот тут только ну не летай она тебе не надо вот так одну воду мы выпьем спасибо так смотрим дальше четко есть вот такие вот астероиды надо изучить повнимательнее потому что в одном из них точно где то есть за за а обнаружены множественные электромагнитные аномалии а в данной местности возможны перебои в работе сложной техники в связи с чем компания прессис снимает себя ответственность за поведение и работоспособность траурного скафандра хотя я сомневаюсь что у меня могут возникнуть какие-то проблемы мы а а ма лошадка лошадка турбины такого размера и такой конструкции ставились на старых космических станциях да мимо белого я мимо белого не уверен в ее изначальные идеи но таким образом можно укрепить обшивку во это нам надо мимо белого блака заката блака заката облака из неве облака из неве облака из неве дома из страны так очистка чакр через раз герметизацию чинлан витальевич очистка чар через герметизацию теоретически теоретический трактат проединения тела с космосом в целом опасности для читателя не представляет если не забывать надевать скафандр и пристегиваться во время практических упражнений но это тогда не то раз герметизация не такая эта книга посвятит отстань на мирового единства открой второе окно вашего сознания поможет откроет второе окно вашего сознания и поможет глубже знать причины и следствия заслуженный мастера с герметизации чинлан витальевич поможет вам обратить себе себя в космос путем глобального единения общих природ и потоков не подвергать свое тело изнурить элементальный упражнение да ну вот он самый современный швабр лайнер лайнер вломили немало денег раз даже команду уборщиков оснастили лучшими инструментами не скажешь ничего тут вода там вода это что было это была резина так собственно постепенно надо опять двигаться к тому чтобы числороду набрать так тут у нас еще есть что нет ничего так так вот так и потеряться можно это мы обыскали нет тоже что-то бомбануло опять дети опять дети разумеется я надеюсь что они спаслись просочившись сквозь свету измазанную вареньем пробоину ночник брейсидж засыпать в детстве под светом ночника выпущена похорона я бы точно не хотел бы ну да есть такое бутылка воды бутылка воды бутылка воды унитаз ничего такого стоящего нету вот тут что-то возможно есть собственно что нам нужно для сканера потому что я так понимаю скоро его придется делать лапочка у меня есть металл батарея пластик металл батарея пластик металл батарея пластик металл батарея пластик пластик есть ладно пластик есть значит где-то в этот надо проигрывать или разбить к сожалению ими гранат у меня нету где достать сейчас кроме как исследовать яхты вот кстати возможно части за за а вот можно и нет хотя да он влетел металл металл запах родины выдавалась только вместе с автомобилем заза-1 поэтому сама по себе является большой редкостью и стоит немалых денег хотя аналогичных елочек с разными ароматами в магазинах полно настоящей мечтой многих владельцев космических челноков является именно это еще металл и там выход выход хорошо конечно но нам бы батареечку бы это та же та же стекло чем она тут и вот опять ни хрена не видно где а его там наверху аста ощущение что он был прям здесь в нем влетел мы надо лишь побоялся что молния его шваркнет поэтому не рисковал так значит надо еще одну часть найти где-то их по моему всего три одну то я помню где можно найти так это мы вернулись к детям питательная джижам тут у нас чё титан если присмотреться к обломкам корабля вдали то можно предположить что лайнер не просто взорвался изначально врезался в неизвестную сферическую конструкцию обломки которой мы сейчас наблюдаем товарищ внеси свой вклад в забор безопасности стену на дальних рубежах галактики начали строить давно стену привлекая для этого средства неравнодушник идея отгородиться от возможных возможно инопланетного вмешательства захватило умы многих хотя по моему лучше бы застроили строили пирамиду такой способ отобрать деньги гораздо привычнее так так и не завершили из-за серьезных финансовых и этических проблем или из-за абсолютной бесполезности я не уверен думает того и другу хотя в принципе какие тут этические могут быть вначале нужно найти на планете она потом тогда уже думать насколько это этично и 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 не знаю откуда они но их система сжигания топлива отлично подошла бы для миниатюрного ускорителя возможно но у меня нету но батарейка нашлась теперь есть пока тут есть немножко ресурсов таких мы пожалуй соберем чтобы сечет тут на месте нужно и крафтить тут все по-видимому а у чуть-чуть сломал машину но не страшно так она пойти сразу сделать себе собственно сканер тихо так 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 пластик лампочек как раз куча блин и чего открыл свечу по и полетел немножко я думал мне гости так чё там все отлично и и четверочка все шик кос летим дальше что полетели вперед чуть-чуть пролетим тут потом полетаем так чё здесь что-то взорвалось вероятно вова схема и мета мне надо вот их в общем то нашли если тут еще чё полезно по-видимому только обломки о смотри чё нашел не знаю правда зачем еще один зашифрованный опять куча лампочек так вот сюда вот ими нужно будет полю басу да в смысле недостаточное место вылазь давай тисклорода зря только расходу тут если чё и смола есть так есть вроде это внешне убьет вроде наш костюме я же при оделся так ну можно назад я думаю уже бежать потому что кислорода осталось не так много тихо оплетать мы еще не умеем такие штуки в принципе он не такой дорогой так давайте посмотрим что требуется для эми банка говядина индуктор охренеть индуктор 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 металл пластик две проволоки в принципе он не такой дорогой в принципе можно еще одну сразу сделать две говядины так теперь раз эми батарейки куча говядина может не только гореть но и обладает неплохой электропроводимостью легкий взрыв этой гранаты в небольшой площади покрывать равномерным слоем парша под электричеством так это все скидываем это все нам может пригодиться потом а может и не пригодится так вот вместо щупа давайте так что-то толкаешь тихо твой на месте питательный набор давайте сожрем один так тантас поехали будем сейчас ядро добывать не знаю сколько нам их понадобится но хотя бы два мы уже можем собрать ядро временно деактивировано так как чем мне его брать просто брать мощнейший источник энергии который может значительно боялся что щупам технология запатентована но не является секретной связи с чем я могу изучить их устройство подробнее для создания собственных энергетических ядер то есть целом я могу только одно добыть отмечу это не собрать стол из 10 деталей по схеме кто-то отобрал у вас звание мастера инженера круглый стол так вот и возьмем немножко то скоро нехватка будет но я вообще тут искал не это место я искал где здесь вход этого еще одного горя водилы давайте вот с этого обломка начнем на хвостовые отсеки где задекларированы грузовые трюмы для перевозки синтетической говядины молока и растительной пищи здесь может быть что-то полезное полноценная ферма по выращиванию говядины но в декларации указаны лишь грузовые перевозки нет данных по проводимым исследованиям на лайнере без названия но похоже вместе с перевозкой пищи в этих отсеках занимались биологическими экспериментами важнейший орган для выработки молока биологи долго пытались упростить его строение и добавить кран но в итоге просто скопировали принцип работы с живой коровы пока не будет откачан биоглей это несъедобно так банка говядины собственно нужно где-то найти большие обломки это вот они потом мы здесь посмотрим да 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 я в курсе что она рядом здесь я не буду ее живаться странно здесь активное вооружение учитывая стоимость перевозимого молочного продукта потому что видите где эти находятся вот такое себе развлечение так собственно чё тут требуется не помню створки заблокированы снаружи эти замки можно вскрыть только необходимо разблокировать створки на взрывчатка нужно да именно что взрывчатка хорошо конечно не очень но ладно что по моему и четыре штуки нужно возможно этим кормили синтетических коров вот этот шар тоже какой-то интересно смотрите-ка его тоже надо будет посетить обязательно или мы там были не похоже не похоже так взрывчатка говорить еще требуется на взрывчатку батарейка и проволока батарейка и проволока две банки говядина у меня не одной еще две банки так это можно выложить поесть попить еда две взрывчатки у нас есть амигранат одна есть ядро кстати говоря мне его дали нет мне его не дали как инструменты нет предметы ресурсы объекты тоже нет значит соврал приятель так значит нам нужны батарейки всякие да вот мы там еще найдем где взрывчатки как бы сразу сейчас можем заложить проволока еще и электросхему так теперь их на нас нам хватит там одна была и вот еще две одна еще на запаску будет так тот этот гробик я изучил любой там и и и Так, нот. Есть, теперь, ттт, можно, в принципе, взять. Сейчас мы здесь еще пролетим, посмотрим, что еще полезного есть. Вот. Ой, все, что нужно. Все, что доброму молодцу нужно. И еще, на одну гранату хватит. Еще, возможно. Не знаю, сколько там гранул нужно, так. И этого до хрена. Пельмень. В использовании только синтетической мясной продукции. В составе указано натуральное мясо, но не написано, чьё. Анализ лучше не проводить. Замороженный пельмень даже. Такой даже разгрызть не получится. А варить в космосе негде. Нет, нельзя. Ничего про него нельзя узнать. Так, тут, тут, тут. Полезного ничего нету. Корову изучить нельзя. Ну, вроде, все. Можно сейчас лететь домой. Во временный дом. И сделать еще бомбы. Надо столько понять, где дом. Заодно вот этот острой чуть изучим. Ну, вроде, нет ничего. Где-то в этой локации, я помню, находил вроде бы. Ладно, делаю бомбу и возвращаемся. Собственно, вот. Все сделал. Даже случайно сделал за место взрывчатки говяжью бомбу, которая нам пригодится. Гранату. Но, скажем так, это было неприятно, потому что я потратил батарейку лишнюю. Из-за этого пришлось чуть полетать сейчас и найти ее. Сработало. Теперь нужно найти входной шлюз. Сканирование дает результатов. Такого существа нет ни в одной базе данных. Но температура внутри капсул позволяет предположить, что в них также присутствует охлаждающий гель, который нам нужен. Хотя что-то это не похоже на молоко. Даже на прокисшее. Так. Только осталось вспомнить, да, где вот тут. Это точно не грузовой отсек, несмотря на свой внешний вид и отметку в декларации лайнера. Кто-то хотел скрыть наличие данных помещений. Как неожиданно. А как выглядит? Ну, да, особенно если там будет разгерметизация, потухнет быстро. Так, питательный набор. Что тут еще? Еда, вода. Давайте возьмем. Кинем там на станции. Но какое-то время все равно тут будем. Так, это, по-моему, у нас будет экстренный вылет отсюда. Ничего нет. Так. Лаборатория с самым передовым оборудованием. У частных лиц нет доступа к таким технологиям. О, как тебя расплазала. Зеленый цвет отлично успокаивает нервную систему, снимает напряжение и нормализует давление. Хотя и не во всех случаях. Похоже на блоки данных. Подключите меня к одному из них, а я попробую выяснить, есть ли в капсулах охлаждающий гель. Интересно. Никакого контура с охлаждением нет, а значит гель может присутствовать только в самом растворе, залитом в капсулы. Полный состав раствора зашифрован, но мы можем откачать его через пункт управления и провести анализ вручную. Ну, надеюсь, мне не надо будет, а ты тут с собой брать анализатор. И то, то его что-то как-то не взял. А он тут может и понадобиться. Здесь подробно рассматривается мутированная ДНК куриц. Да, и тут очень понятно, что конкретно не работает, да? Даны по некому биологическому эксперименту класса, откуда понятно, что у коров с курицами есть гены, и что кто-то крайне мало знает о биологии с генетикой. Биологические эксперименты класса запрещены на поверхности обитаемых планет, на их спутниках, а также в радиусе 500 тысяч километров от любых населенных объектов. Лайнер не попадает под действие данного запрета, пока он находится в открытом космосе. Спонсировали лабораторию очень хорошо, вероятно, хотя без некоторых уточняющих деталей, этот отчет довольно трудно разобрать. Государственные дотации, выручка лайнера с продажей, с проданных билетов, выручка похоронного агентства, выручка от реализации, анонимные пожертвования, незаконные что ли? Или не анонимные? Увеличить количество. Острые куриные гребешки, ведро по 20 штук, налоговые выплаты, куриные яйца, коробки 10 кокпай, коробки с 10 упаковками по 9 штук, лабораторная посуда, бла-бла-бла. По данным документам, лаборатория должна спонсироваться, в том числе за счет доходов лайнера без названия. В отчете я не могла не обратить внимание на феноменальную выживаемость субъекта 14А. Как уже говорилось выше, самым сложным стало даже не выращивание опытных образцов, а их утилизация. Субъект 14А и аналогичные особи из той же контрольной группы регенерировали даже с отсеченной головой, при этом регенерация протекала стремительно. Вызванные при этом мутации зачастую меняли их первоначальный облик, то они узнаваемости клетки, попросту не знали конечной формы своего носителя и плодили невероятные биомассы, а не приспособлены к самостоятельной жизни. Мы старались предотвратить бесконтрольное отделение физически, химически и даже на уровне ДНК, но коренный ген всегда находил лазейку. Исследования доктора Бойко, проводимые совместно с группой Долмачева, смогли нам раскрыть некоторые детали этих регенеративных способностей, но породили. Вдохновленная заметка Э. Рипли. Элен Рипли, видимо, да, отсылочка. Относительно успеха по выведению нового вида синтетической коров в устойчивых болезни, радиации, физическим воздействием, сверхнизким температурам и другим вредным факторам, которые не позволяют заниматься выращиванием животных на планетах с суровыми условиями. Это не просто подпольная лаборатория, а целый правительственный научный комплекс по выращиванию гибридных видов синтетических животных. Подобные эксперименты чрезвычайно опасны в связи с невозможностью контроля некоторых мутаций. От лица компании Брэссидж я бы не рекомендовал скрещивать куриц с коровами. О. Да. Что-то разорвало его изнутри. Бульдогов с носорогами. Так, 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 так. Может быть, тогда и не стоит мясную еду есть, мало ли, да? Да, по-моему, только отдельный кусок отлетит, так что не страшно. ТПЕ, если транспортный этот надо найти, было бы, а я бы его не взял сейчас. Это было бы проблемой для меня. Хотя, конечно, можно без транспортного выжить. Летать на ракете, хотя ракету можно сломать. Институт биологии, ГОС, ТРОИ, БИО, БЫТ. Самое распространенное применение для настольного аквариума в космосе. Судя по статистике, каждый второй опрошенный мужчина скучает по нормальному туалету и возможности увидеть размер полученного продукта. Судя по статистике, набор. Так, всякого рода резина. Я загрузил инструкцию. Для очистки капсул с образцами необходимо нажать синюю или зеленую. К сожалению, инструкция черно-белая. Что-то не то. Предлагаю не обращать внимания на произошедшее. Если образцы попадут на планету и выживут, политики потом сами разберутся и придумают какую-нибудь байку про сверхразумную расу, создавшую этих тварей для уничтожения человечества. Жмите зеленую. Красная, давайте. В любом случае, как я и думал, в капсулах был не весь раствор. Началась откачка из резервных баков. Так. И что теперь? Где мне что сделать? А, если это тепло спироля, это чуть-чуть раствор. Охлаждающего геля здесь нет, но зато раствор содержит в себе егид калия, цистамин, антонцитрон и некоторые нестандартные примеси. Теоретически, это может стать прекрасным антирадиционным средством защиты. Просто поместите раствор в инсулиновую ячейку скафандра, а я рассчитаю дозировку, чтобы вы не превратились в овощ или корову-мутанта. Защита от радиации повышена, и даже не пришлось ничего запускать в ядро, рискуя спровоцировать неконтролируемую реакцию расширения материи. Хотя подобную лабораторию как раз стоило бы запустить вместе со всеми данными по этим опасным исследованиям. Даже растворные корзины бывают элитными, но это не одна их нитка. Так, ну видимо все, да, можно сюда текать. У нас теперь, если что, есть поблизости кислород. 49 минут, да. Вот эта штука не открывается, не как. Хотел уточнить. Меня одному смущает факт того, что эти особи имели в себе гены курицы. Курица была указана на многих схемах как основной катализатор для мутаций. Курица есть даже у вас в рюкзаке, при этом она бессмертная. Нет, тут все нормально, тебе кажется. Все нормально. Так и запланировано. А еще курица в начале... Тот тоже кислород. О, это нам надо. Хомяковый смузи. Богатый протеинным коктейль из натурального ингредиента. Можно выпить в экстренной ситуации, но лучше этого не делать. Диерея в космосе штука опасная. К сожалению, извлечь отсюда кусочки меха не представляется возможным, поэтому от лица похоронного агентства Брэссич я не рекомендую употреблять это в пищу. Ну вот тут я соглашусь, что только в крайнем случае. И только на толчке. Хотя... Какой-то крайний случай должен быть в этом случае. Это еще больше потери питательных веществ, воды. Ладно, воды, допустим, если не так проблемно достать будет, то... Потеря воды тоже не очень хорошо. Так, вон там вопросик, да? И там, по-моему, где-то анализатор нужен был. А может быть и нет. Банки надо собирать. Мало ли где еще они там пригодятся. Ткань, ткань, строительный напор. Ладно, не нужно. Магнит, ткань и стекло. Схема уже известна. Ну, что поделать. Изучил раньше времени. Хотя это не требовалось. Почему-то еще и за стены я это сделал. Так, никаких банок, ничего не вижу. Я не вижу астероида, в общем-то. Зачем я их обустошаю, хер его знает. Собственно, давайте я тут еще полетаю, поищу все-таки. Где здесь машина? И там покажу, где она была. Счет я, в общем, и не нашел. Там это место, что очень странно. Значит, все-таки оно было в другом месте, но по ощущению это было там. Что я сейчас думаю? Возможно, это вот в этом астероиде. Я хочу получить ядро. И к следующей серии я вернусь на основную ее базу. И изучу. Это же энергетическое ядро компании Пресидж. Не знаю, кто и зачем перевозил такие технологии на лайнере, но теперь ядро временно доактивировано. Но в любом случае давайте лучше это самое обезопасимся. И где-то на этом и закончим. Тут еще мужика колбасит. Схема скрипка тоже хорошо. Другое дело, что он нафиг нам не сдался, но... Давайте, да, быстро я изучу. Ай. Вот этот сам астероид. Там внизу мы, по-моему, были, да? И на этом мы тогда и закончим. Так, 1500. 900. А на этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Драга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok